В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сроки сорвали, третий этаж затопило, когда подрядчик закончит капитальный ремонт музыкальной школы имени Балакирева. Спектр 2021. Команда Сарфти попала в топ-8 участников Общероссийского молодежного фестиваля интеллектуальных игр. Все на старт. На стадионе ИКАР состоялся традиционный чемпионат города по легкой атлетике. Далее расскажем обо всем подробно. Капитальный ремонт музыкальной школы имени Балакирева должны были закончить 20 августа. Спустя месяц работы продолжаются. Кроме того, при демонтаже кровли затопило третий этаж здания. Почему подрядчик не уложился в срок и когда ученики школы вернутся к обычному расписанию занятий? 10 мая этого года в музыкальной школе имени Балакирева начался долгожданный ремонт. Новый учебный год для педагогов и учеников должен был начаться в родных стенах. Но на календаре уже 23 сентября, а ремонтные работы еще в самом разгаре. Мы решили разобраться в этой ситуации. 2 апреля детская музыкальная школа имени Балакирева заключила контракт с Саровской строительной компанией «Терем». В договор входил ремонт кровли и фасада здания, а также благоустройство территории. Работу подрядчик должен был завершить к 20 августа. Но ремонт продолжается до сих пор. У такого существенного отставания от сроков много причин. Одна из причин – это чисто нехватка рук. Плюс еще идут некоторые претензии к подрядчику по поводу рабочего графика. Рабочие, грубо говоря, не всегда производят работы в течение рабочего дня. Если бы, ну, откровенно так говорить. Претензии, опять же, подрядчику высказывались. Недобросовестность подрядчиков стоила музыкальной школе значительного ущерба. Ремонт кровли совпал с затяжными осенними дождями. Крыша протекла и затопила третий этаж здания. Также повреждена часть второго и первого этажей. Большой урон вода нанесла концертному залу. К счастью, дорогостоящие музыкальные инструменты не пострадали. Урон в основном коснулся потолка. Небольшой части электрооборудования, пожарной сигнализации в частности, пострадало. Пострадало, по нашему субъективному мнению, три стены, которые имеют в себе наполнение звукоизолирующее и обшито ГКЛ. Примечательно, что навес над крышей строители поставили уже после того, как произошло затопление. Теперь строительная компания будет отвечать за ущерб по всем правилам. Сроки окончания работ перенесены на 31 октября. А пока занятия с учениками проходят в здании Капеллы по улице Сосина и дистанционно. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. После увольнения с работы пенсионер получает право на перерасчет пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России. Перерасчет пенсии происходит через три месяца после увольнения. Например, гражданин уволился в августе текущего года. Следовательно, новый размер пенсии он получит в декабре с доплатой за три месяца, пояснили в ПФР. Перерасчет выплат производится автоматически на основании данных, которые поступили от работодателя. Обращаться в клиентскую службу ПФР не требуется. 25 сентября митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий возглавит божественную литургию в Успенском соборе Саровского монастыря. Начало службы в 9.00. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Порядок предоставления субсидий самозанятым гражданам утвердила администрация города Сарова. Конкурс планируют объявить с 1 октября. Субсидии предоставляют на компенсацию 50% понесенных затрат на приобретение оборудования, мебели, оргтехники, которые необходимы для профессиональной деятельности. Оплату образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации и так далее. С порядком предоставления субсидий можно ознакомиться на сайте Центра поддержки предпринимательства. Дополнительная информация по телефону 9-92-63, 9-92-64, 9-92-66. Школьников 9-17 лет приглашают принять участие в международном конкурсе, посвященном юбилею Петра Первого. Для этого необходимо подготовить рисунок или рассказ на одну из тем. Петр Первый, сподвижники Петра Первого, Россия в эпоху преобразования Петра Первого, Великие баталии Петра Первого, детство и юность Петра Первого и принести в департамент образования кабинет 102 или в Центральную детскую библиотеку имени Пушкина до 1 октября. Подробности в положении о конкурсе на сайте Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Саровчан приглашают на хоккей. Игры первенства ПФО среди юношей до 13 лет пройдут в Ледовом дворце 25 и 26 сентября. ХК «Саров-2009» примет на своем льду хоккейный клуб «Рубин-2009» город Кузнецк. Начало игр 25 сентября в 17 часов, 26 сентября в 8.30 утра. Вход свободный с соблюдением мер профилактики распространения коронавируса для лиц старше 6 лет. Команда студентов физико-технического факультета Сарфтини Яумифи приняла участие в 6-м общероссийском молодежном фестивале интеллектуальных игр «Спектр-2021». Подробности в следующем репортаже. Игрушечная свинка стала незаменимым талисманом студентов физико-технического факультета Сарфтини Яумифи. Она появилась, когда ребята впервые участвовали в турнире «Спектр». С тех пор студенты стали не просто командой, а маленькой дружной семьей, которая показывает достойные результаты в интеллектуальных состязаниях различного уровня. Все очень хорошие, умные. И каждый отличается в разных областях. Кто-то в биологии, кто-то в музыке, истории, литературе. Ну и все мы в техническом плане одарены. Алена Оленевская – лидер команды. Именно ей на первом курсе пришла идея собрать ребят. По словам девушки, результатом она довольна. Сложилась наша команда. Мы поиграли на институтском турнире. И затем играли еще в нескольких. И нам уже предложили поехать в Москву. Мы поехали один раз. Нам понравилось. У нас был неплохой результат. И решили, что будем пробовать еще. И пока расставаться не собираемся. На турнире «Спектор-2021» саровчане боролись со студентами из лучших вузов страны. 24 команды-участницы состязались между собой в номинациях «Что, где, почему?» «Своя игра. Эрудит квартет. Интеллектуальное шоу. Ворошиловский стрелок». Сборная Саровского института замкнула восьмерку сильнейших. Это было интересно. Вопросы были многие составлены сложные, но действительно были хорошие вопросы. Также были вопросы, на которые можно было достаточно легко догадаться, как ответить. Ну и все в таком духе. Довольны ли мы тем, что мы поехали? Определенно. На достигнутом результате ребята не останавливаются. Они прорабатывают допущенные ошибки и постепенно готовятся к следующим интеллектуальным турнирам. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Правительство утвердило правила ввоза лекарств для тяжелобольных. С 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявление на получение разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через единый портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Это упростит процедуру и сократит сроки обеспечения больных необходимыми медицинскими изделиями. Правила выдачи таких разрешений утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Решение касается ввоза незарегистрированных в России медицинских изделий, у которых нет отечественных аналогов и которые необходимы конкретным пациентам по жизненным показаниям. Раньше подобные изделия ввозили в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было. С 5 октября Россия возобновляет авиасообщения с Дании, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландии. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Помимо этого увеличится число рейсов из России в Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан. Ограничения на полеты в Танзанию продлили до 1 ноября из-за сложной эпидемиологической обстановки в государстве. Бали откроют для россиян не раньше декабря. Посетить остров смогут туристы, которые вакцинировались спутником ВИ. В Нижегородской области началась четвертая волна новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в своем инстаграм министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Началась четвертая волна подъема очень быстро и тяжелых случаев больше, чем в первые три волны, а значит пойдет вверх и смертность. Министр напомнил, что главной профилактической меры против ковида по-прежнему остается вакцинация. Видимо, из опыта смерть не щадит ни пожилых, ни молодых. Вакцина – высокий шанс остаться в живых. За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 438 новых случаев заражения коронавируса. Это максимум с 15 августа. Из них 502 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 28 человек. Из тех, кто госпитализирован, один в тяжелом состоянии, остальные в средней степени тяжести. Хэштег «Дари, корми, люби» в Сарове проходит благотворительная акция в поддержку частных приютов для бездомных кошек и собак. О том, как помочь братьям нашим меньшим, расскажем в следующем репортаже. Помочь четверногим друзьям может каждый. Акцию «Дари, корми, люби» проводят руководители клуба «Акбар» совместно с ресурсным центром добровольчества. Во внимание волонтеров оказалось три частных приюта для животных, которые содержат неравнодушные люди. Они подбирают кошек и собак на улице, кормят их и выхаживают. Мы нашли вот этих людей и решили помогать им, потому что им никто не помогает. Хотя у нас все довольно-таки прозрачно. У нас, если что, можно посмотреть ссылки на эти приюты. То есть девчонки сделали там отдельные странички на них. Там животные разные, там животные бывают и коллеги, которые попали в трудную жизнь. Для приюта требуется лекарство и бытовая химия, корма разных видов, пеленки и наполнители. Также в пунктах приема с радостью примут старые одеяла, матрасы и постельное белье. Если у кого-то, еще раз напоминаю, что-то есть дома, то что вам не нужно, и, как говорится, не выкидывайте, приносите сюда нам. Мы сами сошьем, сами все сделаем, и с животным будет приятно. Потому что скоро зима, а получить теплый матрасик будет как раз в тему и к делу. Пункты сбора помощи животным находятся в Сарфатеи, кабинет 103, а также в клубах «Здоровье» и «Восход». Акция «Дари, корми, люби» пройдет до конца весны. За подробной информацией можно обратиться по телефону 8 991 452 32 72 или в группу клуба «Акбар» ВКонтакте. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Помощь в Сарове нужна и людям. Обратиться за ней всегда можно на гуманитарный склад, который не первый год работает в нашем городе. Одни приносят сюда продукты и одежду для нуждающихся, другие приходят за необходимым. На что сейчас особый спрос и как получить помощь, расскажем далее. Гуманитарный склад работает в нашем городе около трех лет и за это время помог сотням людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Благодаря неравнодушным горожанам многодетные и малообеспеченные семьи и другие незащищенные категории граждан могут получить здесь одежду, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Уровень трудной жизненной ситуации у всех разный. Кому-то не хватает на одежду, кому-то не хватает на одежду, например, к школе. Это конкретная ситуация, это раз в год бывает. Кому-то нужна постоянная поддержка в виде одежды, обуви. А есть люди, у которых настолько острая ситуация, что им нужны продукты. Здесь всегда требуются нескоропортящиеся продукты питания для нуждающихся. Консервы, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, чай, сахар, печенье. А также одежда и обувь на холодный сезон, молочные смеси, детские подгузники всех размеров, постельное белье, стиральные машинки и холодильники в рабочем состоянии. Гуманитарный склад находится на улице Пушкина, 24А. Он работает по вторникам и четвергам с 17 до 19 часов. В субботу с 9 до 12. Телефон 8906-353-4637. На стадионе ИКАР состоялся традиционный чемпионат города по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие работники ядерного центра, студенты, профессиональные спортсмены и любители. Прохладная погода не помешала спортсменам выйти на старт чемпионата города по легкой атлетике. Участники состязались на дистанциях 100, 400, 1500 и 3000 метров. Каждый старался правильно разложить силы и показать достойный результат. Всем поздравляю с открытием соревнований. Желаю быстрых секунд и пусть победит сильнейших. На старт вышли как титулованные спортсмены, так и те, кто просто любит бегать. У каждого участника была своя тактика. Кто-то начинал с низкого старта, чтобы выиграть доли секунд на 100 метровке. Кто-то постепенно наращивал темп на длинных дистанциях, чтобы сохранить силы и обогнать уставших соперников на финишной прямой. Каждый раз мы видим все новые и новые лица. Мы очень рады, что с каждого года у нас приваляется численность любителей спорта легкой атлетики и физкультуры. Екатерина Разумкова стала самой юной участницей соревнований. Спортсменка занимается в секции легкой атлетики и решила проверить свои силы на чемпионате города. Несмотря на юный возраст, Екатерина не уступала старшим соперникам и стала призером сразу на двух дистанциях. Я чувствую дистанциях 100 метров, 400 метров. Мне было проще 100 метров, а сложнее 400 метров. Победители и призеров соревнований наградили грамотами и подарочными сертификатами. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!